Я тут совсем недалеко от вокзала, да, короче, решила выйти. Тут вообще в автобусе проехало, две остановки, просто невероятная давка. Я там совсем рюкзаком, блин, всех раскидала, это вообще как обычно, знаете, прёмы. Вот, я решила даже пожертвовать своим телефоном, которым мало всего батареи, но не трясущейся. Вы посмотрите, я просто уже утром это увидела, вы посмотрите, сколько тут труп на одном здании. Причём это не какие-то вот батареи, да, они все отдельно, смотрите, стоят. Вот, и сейчас я попытаюсь подойти к ним поближе. Это не забывайте, что это наша вот крепая звезда, которая как бы считается одна всего лишь крепая звезда в Турину, ну-ну, типа вот такая маленькая, да, вот. Ну, типа, помните, когда мы в Петре и Мике были, там была эта крепая звезда, вот это типа её они там, это, её они там как бы на, как это, на плакатах там рассматривали, ну типа, что она такая идеальная крепая звезда. Да, на самом деле, все полностью, вот, всё, всё, весь город взять, вообще, вот, весь, он всё, крепость звезда, да, причём он не крепость звезда, он вообще гораздо сложнее, он цветок. Слушайте, там можно пройти, можно ли выйти. Кстати, в тот раз было закрыто здесь, знаете, ну-ка, давайте посмотрим. Вот, да, типа парка. Ну, я вам здесь снимала, обидушки, это у меня есть, ой, извиняюсь, что у меня тут идёт, я просто не смотрела, она, извиняюсь. Вот всё, наша тут, знаете, стена наша тут тоже. И вот так интересно, корни, да, стоите по стене, видите, прямо, ой, листик упал. Листика, цветочки, уже всё, только недавно, вроде, вроде недавно только начали цвести, уже отцветают. Ну, видите, надо мной прямо дерево с магнолии. Сейчас посмотрим, можно ли, вот, видите, и как раз именно вот около крепости звезды, да, посмотрите, как наша амбразура там, да, посмотрите. Это опять вот пятиконечные звёзды, скобы, типа квадратные скобы, пятиконечные звёзды. Вот это, значит, около как раз, смотрите, получается, этой крепости звезды, потому что это официально, это официально, как это, это официальная крепость звезда, понимаете? Хотя весь Турину и весь любой город, любой город, это не просто там крепость звезда, там вообще суперстроение сложное. Так вот, как раз именно рядом, вот, напротив, так, где полиция? Вообще, да, здание с кучей, с кучей, это, труп. Сейчас я сниму и пойду уже благословляюсь к вокзалу. У меня всё, так, болит всё, что я ещё камень пнула сейчас. Видите, скоб тут нет, смотрите, да, скоб нет. Вот, потому что тут же не надо ничего держать, да, потому что крепость, вот. Но мы сейчас вот там, с другой стороны, попробуем взять эти трубы. Ну, посмотрите, видите, по всей этой, да? Ну, эти я не, знаете, как, не снимаю, потому что мне могут это предъявить. Тут я не могу, не могу ругаться. А начнут предъявлять это на ночь, там, вот. И я как бы не смогу ничего им. Поэтому я за то, что не могу вступиться грудью, я не буду, как сказать, там, кричать, что это вот наше. Я просто вообще сверх никакая. Ещё что-то надо на домах глядываюсь. Просто сверх никакая. Хочу попробовать сейчас обойти его. Это здание. Ну, это всё, посмотрите, карабинеры, тут полиции страдали, то есть всё это здание такие эти. Форца д'Алёрдина, так называемых. Вот. И именно здесь, и, кстати, это натуральный костелло, видите? Натуральный костелло, только это полиция, да? Понимаете? Блин, да что такое вообще? Солнце не фокусирует. Скорее всего, вот на этом здании куча труп. Ну, посмотрите, какое огромное кирпичное здание, огромнейшее. Просто. Ну, то есть это все кирпичное здание, просто эти вот, эти вот не скрывают свои кирпичности, да? Вы посмотрите, какое оно огромное. Оно метров триста, наверное, карабинеры, видите, там написано. Метров триста оно. Посмотрите, какое здание вообще просто. И как же в Милане тоже, вот полностью оно, например, кирпичное, тоже там самые главные которые. То есть не их, не это, ставят в этот цемент. Ну, там губочки какие-то. Только я не понимаю, на какой, ну, не видно тут, видите, невозможно рассмотреть крышу. Ну, это вообще, да? Вообще невероятно. Невероятно. Такое бабахали. Как обычно себе это. Ну, это понятно, это понятно, естественно. То есть, как бы, это даже никто не это. Я просто хочу посмотреть, где это такое огромное количество труп. На каком здании, блин. Что-то, если на этом, то отсюда не видно. Ой, слушайте, там такая, там такие структуры вообще. Но это невозможно, там главный вход, ребята, там невозможно снимать. Привет, вы терпите. Казерма Петромико. У них все Петромико, короче. Здесь все вокруг Петромико, у них все Петромико, блин. По-моему, она огромнейшая, ребята. Там такое вообще растоит. Там целый город. Но трубы я не могу. Не могу кинуть. Посмотрите, какая решетка. Посмотрите, какая решетка. Посмотрите, посмотрите. Понимаете, какая решетка, посмотрите. С кругляшками, да? Вообще. А это наша решетка. Не знаю. Блин, ну ладно, хоть издалека сняла. Я вам догадалась хоть сразу снять. Просто не... Чтобы дойти до конца этого здания, это... А вы вспоминайте, когда мы ходили под низом, внутри, на 14 метров опускались. И то, это было только как бы предварительно, что они туда пускают. Вот. То есть предполагают, что, естественно, гораздо еще ниже все идет. Все в кирпиче, понимаете? Все в кирпиче. Вот. А не только вот это в кирпиче. Все, все. Внизу все в кирпиче. Посмотрите, какие трубы. На, посмотрите. Вообще. Сейчас я попробую. Если отойду, то из-за лета может видно будет, где же эти трубы эти наши. Тут только по центру можно ходить. Вообще. Все тоже дома желтые. Заметьте, я либо желтый, либо кирпичный, да? Второй. Ай, тихо, бисеньки. Тихо, тихо. Да, не смогла понять, где... Не смогла понять, где же трубы. К сожалению... Это Костелло, натуральные, ребятушки. К сожалению, труб здесь не видно. Поэтому... Что я еще спрашиваю, что-то я карбинеров снимаю. Ну, зато в начале видео сняла, ребят. Блин, приходится пускать. Посмотрите, там тоже вот это наша явная решетка. Видите? С шипами, с такими волностями, да? Так, ну там уже все. Там уже вокзал. Блин, у меня 15%. Вот сейчас, может быть, если я перейду на ту сторону. Вот это вот очень мило напоминает. Вот здесь вот. то, может быть, не будет видно трубы. Нет, не видно, ребятушки. Не видно. Видите, наоборот, и какая улица, да? Огромная вообще. Вот здесь Петро Мико начинается музей. То есть, здесь все Петро Мико, блин. Вообще. Но, но труп мне не показывает, блин, больше нахалы такие вот. Такие-сякие. Короче, ребят, ладно. Я уже вообще просто падаю от усталости. но так и не так и не не поняла, где эта крыша. Я так думаю, что это вот эти карабинеры. И просто там просто видели целый огород вообще. Труп. Вот. Целый огород. Так, сейчас я пущу. А вот я сейчас еще напротив вам покажу. Тоже дуб. Так, мне еще в Турину знаете сколько изучать? Ой-ой-ой. Просто. Даже в центре. просто идти по параллельным линиям. Вот посмотрите, там что, да? Посмотрите. Труба какая-то рассвета из дома и вот там наши эти батареи просто, да? Сейчас выйду в фокзан. Ой, как хорошо, что у меня сегодня луковая одежда. Что можно было снять с себя две этих крупных вещи и остаться в футболке. Потому что это вообще просто внезапная жара называется. Незапная жара. Там тоже, да, кстати, да, типа лифты, но это все равно все троски. Фу. Вот здесь мы в музей заходили где-то тут. Где-то вот тут вот, да, что-то больше нет даже странно объявлений. Обычно, ну, необычно, а когда мы заходили, было даже там, типа, как это, рекламный щит. Вот эти небось опять тут Петра Мико, небось. Как они любят, вот видите, это тоже, это же тоже все отжижевая, вот эта вот программа, что всегда нужно какого-то героя вспоминать, понимаете, какой-то герой вот за что-то, непонятно за что, у них даже нет идей за что, за какой город, если, блин, извините, мы же вот живем в реальности, мы же видим, что какой, за какой город, ну, просто там, типа, и потом выберут какого-то одного, выбран какой-то один, назван, и вот, и вот он герой, понимаете, вот, ну, просто вот, я говорю, что даже объяснить уже не, невозможно, на такую глупость. Так, ну что, ребятушки, все, 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 я с вами сейчас прощаюсь, пока, буду сейчас соединять видео, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok